Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сливочное масло Сливочное масло Я заранее почистила яблоки Если они крупные яблоки Штук шесть Но я люблю, чтобы было яблок больше Большой граненый стакан 250 грамм сахара 250 грамм муки У меня стакана граненого нет У меня есть такой мерник, которым я меряю И высыпаю 5 яиц Это для теста яйца Сахар для теста А для яблок Сахар потом будем Сыпать по чуть-чуть Корица, ванилин и чуть-чуть соды Приступим Значит, у нас яблоки уже готовы, порезаны Нам нужно Разогреть сковородку Сливочное масло Чтобы разогрелось Масло у нас уже, в принципе, разогрелось Масло у нас уже, в принципе, разогрелось Яблоки И надо чуть-чуть поджарить У нас смысл яблок не так зажарить, чтобы они впитали в себя вот это масло Но по ним видно, что они становятся мягшими Теперь добавляем сюда сахара чуть-чуть Сахар добавляет каждый по вкусу тот, сколько любит И в зависимости от яблок Я попробовала яблоки, они будут чуть-чуть с кислинкой Поэтому я добавляю чуть сахара Если яблоки очень сладкие, можно сахара не добавлять Сюда мы добавляем корицы теперь Все яблоки у нас готовы Берем заранее приготовленную форму И высыпаем яблоки на дно Они должны у нас остыть до того, как мы туда нальем тесто Аккуратненько разровняли по всей формочке Все готовим тесто Делаем тесто Берем в миску 5 яиц Я понимаю, что каждый хозяйка делает по-своему Некоторые очень хорошо взбивают яйца Потом в нензиной струечке добавляют муку, сахар Так, чтобы то не дай бог ничего не село, не упало Это все делаю очень быстро Так, яйца взбили Теперь самое главное Очень хорошо взбить сахар с яйцами Это пышная пенка, так я говорю Я думаю, что достаточно видно уже, что оно густое такое Взбивалось это долго, минут около пяти Чтобы понимали, потому что я порежу, но пять минут я не буду вставить видео Теперь добавляем соду Соду, да? Ну и мука Мука Я добавляю по чуть-чуть Ну, взбиваю тем же миксером Мука 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 Интересно Так, что у нас остыло и ставим в плиту духовку я оставлю холодную духовку на духовку нагревается очень быстро ставлю на 180 все как только начнет подрумяниваться можно будет попробовать протыкнуть зубочисткой ждем у нас прошло 45 минут но каждая хозяйка должна все-таки смотреть по своей плите потому что она по-разному работает мы сейчас достанем нашу шарлотку и попробуем зубыточкой зубочисткой это я говорю всегда зубыточка видишь с кем поведешься того и наберешься поднялась хорошо вот можете посмотреть сами она сухая видите все видно что сухая все можем доставать некоторые любят чтобы все-таки корочка была потемнее у меня руслан любит все светлое не люблю я запрещено мне потом изжога поэтому я предпочитаю светленькую корочку так вот это выглядит в конечном результате вот теперь вот таком вот виде она должна остыть когда она остынет потом по желанию можно сахарной пудрой посыпать кто не любит сахарную пудру можно так резать ее есть потом уже можно положить тарелочку и так далее ну и сами понимаете видео было бы неполным если бы это все не продегустировал очень вкусно тесто воздушное просто тает во рту кусочек берешь и все он он во рту так раз и расставил молодец пятерка все заказывайте дамам своим шарлотку очень вкусно я не думаю что это очень ну для стройности да но но вкусно это действительно очень сильно пока пока увидимся а 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 Субтитры сделал DimaTorzok